Мурманск Хуже приходится водителям мусоровозов и грузовиков, которым необходимо заезжать на придомовые территории. На фоне борьбы со стихией как-то потерялся визит в регион шефа Ивлева, и многие другие связанные с областным центром события. Обо всем по порядку в программе «Городские хроники». В Мурманске-Североморске и зато Александровск ввели режим повышенной готовности в связи со снегопадами. Сделано это не прихоти ради. Ненастная погода только набирает свои обороты. По прогнозам синоптиков, снегопады в областном центре будут идти в ближайшую неделю. Основные магистрали того же Мурманска объективно чистят неплохо, но стоит свернуть в сторону, и вы с огромной вероятностью засадите автомобиль по бамперам. Так не везде есть образцовые коммунальщики и отстающие. Нас просят потерпеть неудобства и не соваться, например, на закрытой региональной дороге. Не время ехать в Териберку в поисках северного сияния. Трассу, ведущую к севу, регулярно наглухо закрывают. На сегодняшний день на дорогах Мурманской области регионального значения работают 96 единиц техники. По области закрыты две дороги Кола-Серебрянский ГЭС и автоподъезд к севу Териберка. Остальные дороги открыты. В первую очередь расчищаются дороги, которые имеют автобусное сообщение. Ну и во вторую очередь, скажем так, уже все остальные дороги. Но вернемся на улицы Мурманска. Мощные снегопады и метели представляют большую угрозу как автолюбителям, так и пешеходам. Убедительная просьба ко всем участникам дорожного движения обращать внимание на обильное выпадение осадков и на предстоящие метели. К водителям убедительная просьба соблюдать скоростной режим, соблюдать предписание дорожных знаков. И, конечно же, соблюдать дистанцию с впереди едущими транспортными средствами. Сотрудники ГИБДД настоятельно не рекомендуют выходить на улицу без крайней нужды и по возможности передвигаться на общественном транспорте. Снегопады не помешали приезду в регион шефа Ивлева. Константин нанес визит в столовую одной из школ Коуэ, но дегустировал меню и мурманских образовательных учреждений. Так, суп. Значит, на всякий случай, если кто-то ожидает того, что у нас здесь сейчас появятся летающие тарелки, то нет. Ну, летающий тарелок не будет, можете не переживать. Кстати, что касается бульона, могу сказать о том, что бульон, правда, вкусный. Он настоящий и достаточно ароматный. Все блюда приготовлены согласно установленным нормам. Для этого используют только свежие продукты. Шеф-повар оценил вкус и качество обедов, но отметил, что их подача должна быть выразительнее, чтобы вызвать у детей аппетит и интерес к еде. Мы едим глазами, а детей надо тем более направлять на это, для того, чтобы они ели не то, что продается в фастфудах, что является ожирением нации, но и в том числе ели то, чтобы им готовить согласно пинам, шминам и тому подобное. И лучше всего, как я и сказал, употреблять это в декор подачи, либо, соответственно, использовать интересную посуду. Также Константин Ивлев представил свой вариант школьных обедов, составленный из северных деликатесов, мяса, рыбы и морепродуктов. Эта рекомендация будет использована при обновлении блюд для питания детей, отметил губернатор Андрей Чибис, а также раскрыл подробности введения нового меню. Первый шаг сделан правильно. Здесь всем спасибо, кто за это отвечает. Второе, оленину мы активно двигаем. И третье, мы сейчас нам показали, как может быть еще лучше, и мы будем к этому стремиться, безусловно. Приезд звездного повара стал возможен благодаря новому проекту «Шеф в школе» от российского движения «Школьников». Теперь Константин Ивлев будет ездить по городам страны и учить местных поваров правильно и вкусно кормить детей. Повара тоже должны перезагрузиться, осмыслить свое понимание и, соответственно, стараться готовить, как и готовят во всех точках общепита. Неважно, ресторан это, кафе, бар, либо столовая для детей. Визит Ивлева в Кольскую школу не закончился дегустацией обедов и презентацией меню. Также известный шеф устроил мастер-класс местным поварам. Как и обещал, Константин Ивлев не разбил ни одной тарелки, но это не значит, что город жил спокойно, без ЧП. Последний день календарной зимы на проспекте Герой Североморцев загорелся торговый центр. Возгорание произошло ранним утром, когда в помещениях Семеновского рынка еще никого не было. Спасателям довольно быстро удалось локализовать и остановить распространение пламени, работу пожарных осложняла конструкция кругли. Причину пожара предстоит установить специалистам, а вот выводы комиссии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, которая расследовала причины гибели рыболовного судна «Онега», известны. Напомним, Иерусалов затонул 28 декабря прошлого года на глубине 129 метров недалеко от архипелага Новая Земля. Погибли 17 членов экипажа, двое выжили. Комиссия пришла к выводу, что гибель траулера произошла из-за ряда обстоятельств, в том числе обледенения судна и неоправданного решения капитана выбирать ярус в условиях шторма. Также у Иерусалова был открыт латспорт, это специальное отверстие в борту для грузовых работ, что привело к попаданию за бортной воды в помещение судна, расположенное на главной палубе, к отрицательной начальной остойчивости, резкому увеличению крена и затоплению. В подвале дома номер 7 на улице Полярной дивизии в Мормонске идет работа. Здесь устанавливают новый бойлер. Старый давно сломался, жильцы остались без горячей воды. И такая проблема есть во многих домах региона. В прошлом году на это обратил внимание губернатор Андрей Чибис потребовал вернуть в дома подачу горячей воды за счет бюджета области. И вот первый дом готов. Здесь заменяем теплообменник, также в других 30 домах предусмотрена замена теплообменников с их обвязкой. Подрядчик разрабатывает проект по отследованному дому, после этого проходит экспертизу, согласовывает с управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией и в принципе выполняет работу, предъявляет комиссии. Всего таких домов, оставшихся без горячей воды, 30 в Мурманске и один в Кандалакше. Однако не исключено, что в процессе появятся и новые претенденты на замену оборудования для подогрева воды. Техника изнашивается, а владельцы квартир полную стоимость замены не потянут. У нас работает комиссия при Минстрое. При обращении либо управляющей компании, либо жителя, создают специализирование, обращаются в адрес комиссии, которая проводится при Минстрое. И, соответственно, исходя из степени износа, либо его выбраковки, также может быть принято решение о финансировании, ну и, соответственно, выполнении работ по его замене. Сейчас меняют бойлеры в 10 домах Мурманской области полностью закончить работы. Планируется в течение двух месяцев, крайний срок мая этого года. Жители Мурманска, в домах которых с бойлерами все в порядке, могут порадоваться открытию в областном центре новой ледовой арены «Метеор». Яркий фасад здания могли видеть многие, проезжая по Кольскому проспекту. Расположен спортивный объект на улице Орликовой, поэтому посещать тренировки будет удобно ребятам не только с Первомайского, но и с Октябрьского округа. С сегодняшнего дня, по сути, особенно с понедельника, активно начнет этот комплекс эксплуатироваться. С 8 до 24. Он будет эксплуатироваться, заниматься как бюджетными нашими учреждениями, спортивными школами, так и пользоваться будет хоккейными командами, будут использоваться для массового катания. Мы сейчас как раз формируем расписание, сразу могу сказать, оно будет очень интенсивным. «Метеор» успели обкатать начинающие спортсмены, затем на льду скрестили клюшки в товарищеском матче сборной команды Мурманской и Северного флота. Чуть позже станет известно расписание массовых катаний и стоимость сеансов. Когда Михаил Горбачев приезжал в Заполярье в 87-м, в Мурманске не было и ледового дворца начелюскинцев. Меж тем, 2 марта первому и последнему президенту СССР исполнилось 90. Но вернемся к истории. Тогда, в конце 80-х, на торжественном собрании в ДК Кирова, тогда еще генеральный секретарь ЦК КПСС, вручил областному центру орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Михаил Сергеевич Горбачев выступил с речью на торжественном собрании, посвященном облучению Мурманску ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Также Михаил Сергеевич выступил на собрании с речью, в которое выдвинул 6 инициатив, названных впоследствии мурманскими, в их числе задача по освоению Севморпути. Вместе с супругой Раисой Максимовной глава государства посмотрел районы массовой жилищной застройки и квартиры новоселов. Надо посмотреть, теперь, когда город принес, чтобы уже, так сказать, его выросл с перспективы, и он уже в значительной мере сложился, надо посмотреть, а что надо вынести и куда передвижить, особенно в связи с пустою и в хозяйстве другое. И где-то какой-то массив открыть, чтобы могли горожанами приехать. Также он побывал на рыбокомбинате, поднялся на борт атомного ледокола России и встретился с активом Мурманской области. По итогам его визита было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по ускорению экономического и социального развития в Мурманской области в период до 2005 года. Еще одна дата, 2 марта, исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого заполярного краеведа Ивана Федоровича Ушакова. Он был доктором исторических наук, профессором, участником Великой Отечественной войны и почетным гражданином Мурманска. Профессор Сергей Никонов, ученик Ушакова, в его воспоминаниях заполярный краевед остался эрудированным человеком с большим багажом знаний, которые Иван Федорович успешно передавал своим студентам. Такому человеку можно испытывать только очень глубокие признательные чувства. В Мурманском арктическом университете в честь столетия профессора открыли аудиторию имени Ушакова, а специалисты архива Мурманской области подготовили и представили в УЗИ тематическую выставку. Там представлена докторская диссертация Ивана Федоровича «История Кольского Севера» с древнейшины до 1917 года. Научные работы малых, статьи, очерки, декологи, очень интересные фотографии. Сами студенты также прочитали лекцию о жизни и вкладе в развитие науки мурманского краеведа. Ну, мне кажется, его сложно оценить. Его вклад в научные исследования в историю Кольского Севера, он просто нереален. И мне кажется, именно на таких фигурах и строится вся отечественная историческая наука. Это человек, который внес большой вклад не только в изучение, но и как работник кафедры, который жив вместе с университетом, и как основатель краеведения, ну и как педагог. Ведь Иван Федорович воспитал большое поколение своих учеников, которые работали и работают в школах, которые стали известными учеными, кандидатами, докторами исторических наук, которые также продолжают его дело и по сегодняшний день. Сотрудники и студенты Мурманского арктического государственного университета планируют сделать такие встречи в честь дня рождения профессора Ушакова ежегодными.